Продолжение следует... Ребята, всем привет! Я Май, и это мой новый стендап. Недавно я решила сделать себе татуировку. А, блин, у меня же мама смотрит выпуски. Ну как татуировку? Татушку скорее. Маленькую, незаметную. В идеале, по маминому мнению, она вообще должна быть на другом человеке. Недавно я решила ее пранкануть и сказала, что все-таки сделала татуировку. Так вот, это был тот самый пранк, который вышел из-под контроля. Поверьте, так долго меня никогда не рассматривали. Даже на выходе из Эрмитажа, когда я сказала, что прихватила пару сувениров на память. Я уже начала выбирать тату, но это не так просто. Во-первых, хочется, чтобы не как у всех. То есть не надо выбирать иероглифы, животных, имена. Хотя, мое имя просто идеально поместится на моем кулаке. Выглядит круто. Я такое видела в бандитских фильмах у главарей мафии и у охранника Эрмитажа. Во-вторых, хочется красивую татушку. Но это тоже решаемо. Если такая татушка была уже в жвачке, то она не подходит. А еще за тату нужно ухаживать. А еще чесать первое время нельзя. Для меня это очень сложно. Я уже подумала на тату сделать манту, чтобы уж точно не чесать. Но тогда и мыть нельзя будет. Замкнутый круг какой-то. У меня одноклассники любят смотреть прохождение игр. Стримы. Но знаете эти видео? Пять часов строят дом из дерева в Майнкрафт. Однажды моя бабушка увидела такой стрим и сказала, что это бесполезная трата времени. Хотя сама смотрела все серии «Дома-2». Этому человеку можно доверять. Она знает, о чем говорит. Не понимаю я этого. Зачем смотреть, как кто-то играет? Можно же играть самому. Может, эти люди не смогли даже сами зарегистрироваться? Так надо не сдаваться. Пробу до последнего. Зачем смотреть, как кто-то играет, вместо того, чтобы играть самому? Это так же тупо, как смотреть, как кто-то ест, вместо того, чтобы самому поесть. Так. А почему тогда так много футблогеров? Это ж как надо красиво есть, чтобы люди тебе за это еще и платили. Я бы, наоборот, в школьной столовой приплачивала, чтобы люди не смотрели, как я ем. Еда в столовой – это отдельная тема. Меня больше всего волнует, почему вся еда продается без состава. Она понятна. Потому что по вкусу прям вообще не понять, из чего сделаны эти котлеты. Наверное, такие элементы еще в таблице Менделеева не открыты. Ну, и вишенка на торте – это напиток, какао-содержащий. Он же какао, рецепт которого передается из кастрюли в кастрюлю. Иногда кажется, что сам рецепт этого напитка и есть главный его ингредиент. Вот написал на бумажке – сахар, молоко, какао. Кинулся в кастрюлю, зеленый кипятком. Готово! Кстати, у нас в столовой есть ленивые голубцы. Нет, это не блюдо. Это мальчишки, которые за собой не убирают. Я думаю, никто бы не был против, если бы в школе вместо столовки был Макдак. Ну, только мой желудок, наверное. А вот мозг был бы за. И были бы мы все одинаково толстые. Ну, сейчас же в моде равноправие. Еще, если бы в школе был бы Макдак в столовой, боулинг в спортзале, мастер-класс по слаймам на трудах, меня бы родители пускали в школу только в мой день рождения. Эх, круто было бы. В нашей школе скоро будут ставить спектакль. И на главную роль выбрали двух девочек. Самую красивую девочку в школе и мою подругу. Стоим мы, значит, с ней на просмотре. А она прям дерево в актерской игре. Чтобы вы понимали, во всех прошлых спектаклях она играла дерево. Хотя роли у нее были другие. Я обязана получить эту роль. Ведь я всю свою жизнь готовилась к этой роли. А, я же не сказала. Спектакль называется «Спящая красавица». Сплю я просто идеально. Сама я, правда, не видела, но разговоров на всю школу. Как вы могли догадаться, принцы играют в МакКраш. Правда, иногда ведет себя как пенек. Поэтому они с подругой еще поборются за эту роль. Прям какая-то деревянная битва. Хорошо, что хоть в Баратино не играем. Хотя, я была бы крутой Мальвиной. Можно было бы уговорить маму покрасть волосы полностью в синий. А еще, если придумать, что у Мальвины были татуировки, то убить разом двух зайцев. Что? Интересная идея получается. На этом у меня все. Ребята, всем спасибо. Всем до новых встреч. Пока-пока. Ну что, ребята, на сегодня у меня все. Пишите в комментариях, какая шутка вам понравилась больше всего. Ну, с вами была я, Майя. Подписывайтесь, ставьте лайки, дзинькайте в колокольчик. До новых встреч.